МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коротко о главном сегодня. Приехал пощипать кошельки краснодарцев. В краевом центре задержали вора-рецидивиста из Сочи. Продавали опасный суррогат. Абинские полицейские прикрыли подпольный цех по изготовлению алкоголя. Не хватило топлива. Прокуратура Сочи разбирается в причинах экстренной посадки частного вертолета. Рано радовался. Сотрудники угрозыска краснодарской полиции задержали подозреваемого в карманной краже. Мужчина поработал в одном из крупных торгово-развлекательных центров на улице Головатого. Из дамской сумочки девушке умыкнул кошелек с деньгами. Полагал, что в этот раз ему улыбнулась настоящая воровская удача. В магазине объявили срочную эвакуацию. В суматохе пострадавшая краснодарка пропажу 5000 рублей даже не заметила. И карманнику без труда удалось затеряться в толпе. Возможно, все бы и правда сошло с рук, если бы не камеры видеонаблюдения, которые в очередной раз выполнили свою миссию и помогли найти вора. Действия попали в объектив камер уличного видеонаблюдения, которые зафиксировали как сам факт кражи, так и момент, когда мужчина разглядывал содержимое похищенного им имущества. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Краснодарской полиции установили съемную квартиру, где проживал предполагаемый подозреваемый в совершении данной кражи. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления 31-летний житель города Сочи. Ранее судимый? Судим. Какие статьи? 158-й статья. Сколько? Я не помню, сколько раз. Предполагаемого злоумышленника задержали. В полиции он во всем сознался. Чужие деньги успел потратить, а кошелек выбросил. В краевой центр приехал специально для того, чтобы пощипать кошельки. Краснодарцев сейчас находится под стражей. В отношении него правоохранители возбудили уголовное дело. На лет пять снова может оказаться в тюрьме. Стали известны подробности недавнего пожара в Краснодаре на улице Ломоносова. Частный одноэтажный дом загорелся в ночь на 12 декабря. Объятое пламенем здание сняли на видео очевидцы и опубликовали в соцсетях. По данным пресс-службы Краевого управления МЧС, заявка на пульт дежурного диспетчера поступила в 23.06. Пожарные потушили огонь быстро за 40 минут. Он повредил 80 квадратных метров площади. Погибших и пострадавших нет. На место выезжали 37 человек личного состава и 11 единиц спецтехники. О причинах возгорания говорить пока рано. Их устанавливают эксперты. Дошел до Верховного Суда, но смягчить приговор не вышло. Апелляцию экс-полицейского из горячего ключа Ивана Саркаумова служители Фемиды оставили без удовлетворения. За изнасилование и убийство школьницы он 7 лет проведет в тюрьме, где пройдет курс лечения от педофилии с садистскими наклонностями. И еще 16 в колонии строгого режима. Осужденного лишили звания лейтенанта. Напомню, педофил сначала надругался, потом убил 12-летнюю девочку, чтобы скрыть другие преступления. Изнасилование несовершеннолетних. Сообщника душегуба Сергея Колганова осудили на 13 лет колонии строгого режима. Транспортная прокуратура Сочи выясняет обстоятельства вынужденной посадки частного вертолета на водозабор. Инцидент произошел накануне в поселке Казачий Брод Адлерского района. Установлено, что у пилота было разрешение на вылет. Он и его пассажир не пострадали. Сооружения водозаборной станции остались целы. По предварительным данным, экстренно приземлиться Робинсону Р-44 пришлось из-за того, что топливо было на исходе. Семейный бизнес дал сбой. Подпольный цех по изготовлению опасного спиртного прикрыли обинские полицейские. Незаконное производство организовали в станице Федоровской двое братьев. Одному 31 год, второй на год старше. В хозпостройке оперативники нашли три пластиковые бочки. В каждой по три тысячи литров готового к продаже товара. Рядом оборудование для розлива и упаковки. О качестве горячительного здесь не заботились. Вокруг опасные ингредиенты, ароматизаторы, красители, химические добавки, которые запросто могли убить. Вычислили алкогольных дельцов по наводке. Автоинспекторы остановили на трассе для проверки фуру. Оказалось, что в ней везут суррогат. Полицейскими были обнаружены и изъяты 360 пластиковых бутылок со спиртосодержащей жидкостью, объемом 30 литров каждая. Проведенное исследование показало, что содержимое бутылок является жидкостью кустарного производства, опасного для жизни и здоровья граждан. Водитель пояснил сотрудникам полиции, что перевозил данный груз в соседнюю республику для дальнейшего сбыта в торговых точках. Теперь братья-фигуранты уголовного дела им грозит до шести лет заключения. Без малого три с половиной тысячи. На Кубани бьет рекорды число нарушений правил дорожного движения. Итоги предыдущих суток настораживают. В антирейтинге 14 аварий, в которых погиб один человек и 14 пострадали. Восемь пешеходов попали под колеса автомобилей. Шестеро виноваты сами, считают автоинспекторы. 43 водителя сели за руль нетрезвыми. Приехали в Сочи из Тимошевского района, чтобы стать драгдилерами. Полицейские города-курорта задержали двоих мужчин по подозрению в сбыте наркотиков. Во время патрулирования стражу порядка обратили внимание на молодых людей, которые припарковали машину и стали что-то искать в кустах. В салоне их легковушки правоохранители нашли 85 свертков с неизвестным веществом белого цвета. Позже экспертиза установила, что это синтетический наркотик общей массой 40 граммов. Что было в машине вашей? С ваткой. С какой целью в Сочи их везли? С целью раскидать. То есть вы являетесь закладчиком? Нет. Ну да, да. С другом вверху машину не просят. Дальше? Тогда значит, что он вез наркотик. То есть там находились наркотики? Да. Иди вы их заедете? Я нигде не знаю, я не знаю даже, что они там есть. А друг от своего дому знаете? Нет. Роль каждого в этой истории продолжают выяснять следователи. Оба находятся в изоляторе временного содержания. На компаньонов правоохранители завели уголовное дело. Наказание за сбыт наркотиков сейчас жесткое, до 20 лет лишения свободы. А теперь аварии на Краснодарских перекрестках, которые сняли камеры ЕДДС в нашей традиционной рубрике «Дорожные ситуации». Слева и справа от автомобиля должно быть свободное пространство. Но на Тургенево 15 дробь 1 что-то пошло не так. Прильнув друг к другу, обездвиженные легковушки обреченно застывают на дороге. Опытные водители не зря измеряют дистанцию в секундах. Лихачная Северная и Тургенева в одно мгновение лишают себя возможности маневра. Этот же перекресток и еще один классический сценарий дорожного конфликта. Прямой путь к подобной стычке путаница в приоритетах. 40-летие победы и российская автоледи просчиталась с габаритами фуры, и ее машину подминает под себя неповоротливый большегруз. Зержинского и Лузана происходящее напоминают погоню. Ялтинская и Уральская нарушают один, а в аварию попадают трое. Досадное происшествие. На Ставропольской и Павлова водитель самоуверенно перестраивается с крайней правой в крайнюю левую. Только вот незадача на эту же полосу смещается его коллега, едущий впереди. Это все, о чем мы успели рассказать к этому часу через несколько минут в нашем эфире. Смотрите информационный выпуск программы «Город сегодня». Я передаю слово коллегам.